День Матери В 1998-м. Тогда с инициативой установить торжественную дату выступил Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В пояснительной записке отмечалось, что праздник должен подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека. Среди сотрудников Казанского федерального университета также сотни примеров того, как женщины, имея за плечами не одного, а сразу несколько детей, работают на благо вуза. Так, Марина Варламова, являясь матерью сразу шестерых детей, считает, что совмещение работы и колоссальной ответственности за них дается ей достаточно просто, однако не без своих подводных камней. Ей кажется, что это напрямую связано с количеством детей и существует большая вероятность, что времени на каждого будет сильно не хватать. Когда я работала уже с четырьмя детьми, будучи беременной пятым ребеночком, интересно было детям получать информацию, которую я приношу им с работы, потому что мы работаем с иностранцами. Им было, как правило, интересно все, начиная от имен, заканчивая какими-то традициями иностранцев. Поэтому они, когда подпитываются, когда ты видишь, что детям тоже интересно, когда мама работает, что она получает какую-то новую информацию, готова им передать какие-то новые знания, вот это подкрепляет. Поэтому в новый день идешь с новыми силами, с новыми эмоциями, с радостью, что ты можешь и чему-то научить студентов и что-то принести, какую-то информацию домой и эмоции положительные. По мнению многодетной мамы, важнейшим фактором воспитания детей счастливыми в здоровой среде является любовь. Это касается всех сфер жизни, профессий, хобби и карьеры. Однако здесь стоит понимать разницу между гиперконтролем и безразличием. Вот это да, смотри-ка что-то. Ну, часовая какая-то в Новосибирске. У нас вот там на магнитике тоже где-то Новосибирск есть. Ты не видел? Не знаешь? И на кружке был Новосибирск. Семейная любовь не должна выходить за рамки, ведь в противном случае ребенок выйдет в мир неподготовленным, не способным принимать решения и отстаивать свою собственную точку зрения. Как бы хорошо ни было дома, каждый из них должен понимать, взрослая жизнь – это ответственность, и подходить к ней нужно серьезно, стараясь самостоятельно решить любую возникшую проблему. На мой взгляд, в любом деле, вы, наверное, со мной согласитесь, главное – любовь. Если есть любовь к профессии, ты будешь делать свое дело хорошо, тебе будет нравиться, ты будешь жертвовать собой. Любовь в воспитании, любовь в материнстве – это тоже, мне кажется, самое главное. Любовь, она же такая, если настоящая любовь, она же не требует своего, она милосердствует, она готова жертвовать. И поэтому, если есть любовь настоящая, большая, безусловная, тогда она, конечно, помогает. Существует популярное мнение о том, что матерью одного ребенка быть гораздо сложнее, чем воспитывать сразу несколько. По словам Марины, в какой-то степени его можно назвать верным. Имея сложности с первым ребенком, попутно набираясь опыта, в дальнейшем будет гораздо легче опираться на уже известные знания и не совершать ошибок прошлого. Кроме того, это может напрямую быть связано и с тем, что в процессе взросления и формирования личности дети смогут помогать друг другу на разных жизненных этапах, освобождая от переживаний и забот своих родителей. Когда я вспоминала, когда я была мамой одного ребенка, для меня сложным казалось то, что потом оказалось очевидным, когда было уже много, трое, четверо детей. То есть то, что я не успевала, когда была мамой в 25 лет, оказывается, можно быстро успеть, когда ты мамой в 35 и даже в 40. То есть нет такого, чтобы количество детей как-то усложняло. Наоборот, может быть, по определенным, не то чтобы не по определенным расписанию, но ты уже все равно делаешь то, к чему ты привыкла. Возвращаясь к празднику, нужно отметить, что в этот день во всем мире принято дарить своим мамам подарки за их неоценимый вклад в нашу судьбу. Отличным подарком всегда были и будут цветы. Эта традиция древняя, прекрасная и удивительная, повсеместно распространена и окутана тайнами. Это и поздравление с праздником, и символ благодарности, и знак уважения, и любви. Душистые букеты сопровождают все значимые события в жизни людей. Своим мнением с нами поделился Сергей Максимов. На его взгляд, осенью и зимой стоит присмотреться к зимнедекоративным растениям, которые и не прихотливы в уходе, и способны произвести впечатление на человека, которому подарок адресован. Колиус – это декоративное лиственное растение, которое отличается необычным окрасом листвы и эстетическим внешним видом. Они не зря считаются звездами первой величины для тех, кто ищет прежде всего нестандартные окрасы. Простые в выращивании, но не настолько нетребовательные, чтобы подходить всем, колиусы ожидают постоянного контроля и очень быстро теряют свою декоративность. Но если о них заботятся, кустики из бархатистых неповторимых листьев легко затмят любого конкурента. Первое растение, которое мы представляем как подарочное растение – это колиус. Всем известное растение в народе называется декоративная крапивка. Родина этого растения является африканский континент и азиатский континент. То есть это истинный такой тропический вид растений. Но славится он тем, что это самое известное растение, вот такой разноцветной окраской листвы, насчитывается более двух сотен видов этого растения. Ну и сейчас уже, скорее всего, больше, потому что идет гепаритизация, получаются новые красивые сорта, вот вы видите, с такими листьями, с пестрыми, с зеленоватыми. Ну и, наверное, скорее всего, это будет хороший подарок для любителей комнатных растений. Затем в список отличных подарков на День матери входит потифилиум, также известный как женское счастье. Это один из самых популярных комнатных цветков. У него яркие и довольно широкие листья, небольшой белый цветок, похожий на лист. Если ухаживать за потифилиумом правильно, он действительно способен сделать свою хозяйку счастливой. Как минимум, благодаря его красоте. Родиной его считается практически вся территория тропических лесов, от Центральной и Южной Америки до Восточной Азии. Среди большого разнообразия комнатных растений можно представить вот такое растение, как спотифилум. Сейчас тоже большое разнообразие спотифилумов. Вот можно посмотреть, вот здесь есть, видите, с пестрыми листьями, есть двуцветные спотифилумы, вот с такими двуцветными листьями. Есть самый классический, пожалуй, он самый неприхотливый, с зелеными листьями, но вот с такими листоподобными цветами. Самое приятное растение, пожалуй, самое неприхотливое среди комнатных. И, наверное, будет тоже неплохой подарок для любителей комнатных растений, потому что растение очень отзывчиво на уход своих хозяев, постоянно цветет, постоянно радует всех любителей цветов. Хоть День Матери в России и молодой праздник, он уже обрел свои традиции. Так у него появился свой символ – незабудка. Кстати, изображение плюшевых мишек с незабудкой в лапках – тоже атрибут праздника. Конечно же, в этот день стоит навестить самого дорогого человека – маму. И лучше не с пустыми руками. Ведь смысл праздника в том, чтобы мы уделяли внимание своим матерям. Подарок или просто букет цветов ее, безусловно, обрадует. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Тимур Ахметов. Универ Новости.